Поговорим о военно-политических событиях, которые происходят в нашей стране и вокруг нее. Ну и начну с не очень радостной новости. В Украину вернули тела 254 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. Ну, немного, видите, работа идет очень туго. Рашистское командование не хочет идти на контакт. Но, тем не менее, мы даже тела убитых наших солдат возвращаем на родину. После идентификации тел их передадут семьям для соответствующего погребения. И эти люди будут установлены. Естественно, вполне возможно, что кто-то из них числится пропавшим без вести. Ну, может быть, о ком-то родственнике уже знают, что он погиб. Или, может быть, надеялись, что он в плену. Далее, Нидерланды объявили о заказе партии 152-мм снарядов на сумму в 350 миллионов евро для вооруженных сил Украины. Кстати, Нидерланды стали первой страной. Это их инициатива. Они призывают другие страны тоже присоединиться к ним. В чем заключается инициатива? В том, что Нидерланды вкладывают деньги в наш военно-промышленный комплекс. То есть, это фактически инвестиция со стороны Нидерландов. Вот они разместили заказ на боеприпасы у нашего украинского предприятия для наших вооруженных сил. Вот такое вот вливание, финансовое влияние. То есть, заводу оплачен огромный заказ, завод зарабатывает деньги, создает рабочие места и, самое главное, производит снаряды для наших вооруженных сил. Точное количество снарядов, сроки поставки, понятно же, не озвучивается по соображениям безопасности данного контракта. А в это время министр обороны Южной Кореи сообщает о том, что, их разведка сообщает о том, что Северная Корея могла отправить в Российскую Федерацию, или точнее отправила, они в принципе утверждают это, 10 тысяч контейнеров, которых может быть около 5 миллионов снарядов. Кстати, ну, чтобы вы понимали, 5 миллионов снарядов дают возможность российской артиллерии выкладывать на грунт, то есть выстреливать 20 тысяч снарядов в сутки. Но такого темпа уже нету давно, хотя и цифра почему-то вот постоянно меняется. Начинали с полумиллиона снарядов, потом говорили, что миллион отправили, потом звучала цифра, что миллион-тире три миллиона отправили, и сейчас вот министр обороны Южной Кореи говорит, что могли отправить до 5 миллионов снарядов, 10 тысяч контейнеров. На следующей неделе нелегитимный Путин собирается посетить Северную Корею. Наверное, упадет в ноги Ким Чен Ыну, поблагодарит за предоставленные снаряды и будет просить еще снарядов. Хотя мы знаем, что, я сомневаюсь, что такое количество боеприпасов находилось на складах в Северной Корее. Там надо полстраны заставить штабелями с ящиками, чтобы разместить такое количество боеприпасов. Я думаю, что тут иногда проскакивает информация, что тут не обошлось без Китая. Китай мог поставлять снаряды в Северную Корею, а Северная Корея уже поставляла их в Российскую Федерацию. Ну, в этом разберутся спецслужбы и разведки, и потом нам опубликуют дайджесты, мы с вами узнаем истину, ну, хотя бы в таком приближении узнаем действительно истину, принимал ли участие Китай в этих поставках или не принимал. Си Цзепин очень нервно реагирует на эти, он постоянно заявляет, прекратите обвинять Китай в поставках вооружений для Российской Федерации. Ну, тем не менее, еще раз повторюсь, промышленность КНДР, которая сегодня угрожает Южной Корее войной и всему Азиатско-Тихоокеанскому региону войной отдать 5 миллионов снарядов, ну, это, во-первых, где они их возьмут, во-вторых, это фактически разоружит свою армию. Далее на полях ОДКБ разгорается огромный скандал, причем такой очень громкий, между Беларусью и Арменией. Фактически оба лидера, и Пашинян, и самопровозглашенный Лукашенко послали друг друга. Причем послали так сильно, была словесная перепалка, заочная, каждый высказался на полях своих средств массовой информации. Но в результате этой словесной перепалки, ну, Бульбафюрер уже оправдывается, что он не вмешивался никогда в внутренние дела Армении, и что он всегда дружественно относился к Армении. Вот, в результате вот этой словесной перепалки отозваны послы из Еревана и Минска, соответствующие, они отозваны в свои государства для проведения консультаций. Ну, и Армения, Никола Пашиняна, я так понял, окончательно утвердился в своем решении выйти из ОДКБ. И все уговоры России отложить, ну, первая была попытка выйти, это еще осенью прошлого года, попросили до начала предвыборной кампании не выходить, отложила Армения выход. Потом была предвыборная кампания, до выборов попросили не выходить. Ну, а сейчас уже Никола Пашиняна сказал, что это последняя капля. Армения отказалась в этом году уже платить взносы в ОДКБ, назвал Пашиняна ОДКБ мыльным пузырем, который ничего не способен сделать, и объявил о том, что Армения будет выходить. А скандал на полях ОДКБ, почему я говорю, что разгорелся с Белоруссией, оказалось, что, ну, в принципе, это все знали, я удивляюсь, как об этом не знала Армения, это получается секрет Пашинеля, да, когда все знают, кроме самого главного героя. Так вот, все же знали, что Азербайджан покупает вооружение у Белоруссии. И Белорусь снабжала, Лукашенко все равно с кем торговать, со своими, с чужими, он лишь бы что-то где-то заработает. Так вот, Белорусь снабжала оружием Азербайджан. И фактически была по политическому и военному статусу была союзником Армении по ОДКБ. Они же в одной организации. Об этом, кстати, пишет Политико. Это уже выплеснулось на странице мировой прессы. Издание ознакомилось со слитыми документами периода 18-22 годов. Эти поставки дали преимущество Азербайджану в ряде конфликтов с Арменией. Белоруссия занималась модернизацией старого артиллерийского оборудования и предоставлением нового РЭП-оборудования, которое, кроме того, страны обсуждали закупку мобильных станций по борьбе с дронами ГРОЗА-С. В одном из дипломатических сообщений, которое видело издание, говорится, что белорусские предприятия играют активную роль в восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана. После публикации материала Армения и Белоруссия отозвали своих послов для консультации. Вот такой вот скандал разгорелся. Ну, я еще раз повторю, удивлен, потому что, ну, кто не знал, что Азербайджан купил у Белоруссии новейшую реактивную систему залпового огня, Полонез, который целый дивизион. И эта система Полонез применялась в 44-дневной войне по освобождению Карабаха, в азербайджанской армии. Ну, там боеприпас, ракета или снаряд А-20 идет, это китайская, вот, и калибр у нее 300 миллиметров, и дальность у нее до 200 километров. Довольно, по характеристикам, довольно мощная система. Ну, пока примеров по его войне, она, говорят, применялась, но, как бы, данных о ее эффективности, ее применения на сегодняшний день в открытом доступе пока что нет. Вот, и получается, что все знали, а Армения не знала. Армения, когда сегодня поставлена перед фактом, они, кстати, стоят, как сказал Пашинян, они готовы уже к подписанию мирного договора, и на тех границах, которые, практически на границах 91-го года. Азербайджан вернул 7 районов, которые были оккупированы Арменией, вернул Карабах уже в свои границы, и, соответственно, пытается там наладить нормальную послевоенную, ну, мирную жизнь, скажем так. В Армении там, конечно же, Рашистская Федерация вывела всех, кстати, вывела всех уже миротворцев, якобы миротворцев из Карабаха, а сейчас пытается раскачивать ситуацию, потому что Армения подписала стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки. То есть, фактически, Ереван взял западный курс урегулирования, соглашается на подписание мирного договора, ну, заодно получается, что еще и Армения будет могильщиком УДКБ, потому что выход Армении из УДКБ – это практически развал организации. Там еще Узбекистан стоит на, точнее, Казахстан стоит на очереди, они давно хотели это заявить, Россия даже угрожала Казахстану, чтобы они не объявляли о выходе из АДКБ. Ну, и как, в принципе, и предполагалось, и как, по сути, и было, что АДКБ – это была организация, созданная Рашистской Федерацией для Рашистской Федерации, для того, чтобы попытаться рулить, и, я даже не скажу управлять, а именно рулить теми странами, которых Рашистам удалось затянуть в это ОДКБ. И там второй сопредседатель, секретарь, а секретарь – это самопровозглашенный Лукашенко. Поэтому, ну, Беларусь мы уже, наверное, можем считать как элементом союзного государства. Я думаю, что теперь уже, вот сейчас Рашистская Федерация вряд ли выпустит Беларусь из своих лап. Особенно, когда дали вот эту игрушку имитационную под названием «Тактическое ядерное оружие» и Лукашенко, там эти, уже, наверное, устало белорусское телевидение показывать эти сюжеты, снимать про ядерную дубинку, такую маленькую-маленькую ядерную дубинку, которую якобы дали Лукашенко. Хотя, на самом деле, судя по тем роликам, которые они показывают, там ничего близкого нету к действительно ядерным боезарядам. Да и Запад на это смотрит так, сквозь пальцы. Раз они так спокойно реагируют, значит, там реально никаких ядерных боезарядов нет. Еминские хуситы продолжают в Оденском заливе контролировать, ну, не контролировать, пытаться контролировать ситуацию. Было обстрелено судно, украинское судно «Вербена». Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Корабль был поврежден, на борту начался пожар, один моряк тяжело ранен. Судно следовало из Малайзии в Италию с деревянными строительными материалами. Ну, скажу так, что хуситы, которые ходят в шлепанцах, в халатах, как когда-то в истории показывали, там, ну, или душманы в Афганистане, или басмачи в Средней Азии, они сегодня, видите, ни одна армия мира, ни первая, ни вторая, ни третья, ни четвертая, ни пятая ничего не могут сделать с этими хуситами. Они действительно срывают мировую торговлю, влияют, точнее, на мировую торговлю, потому что большая часть грузов сегодня идет вокруг Африки. Там Суэцкий канал проседает экономически в том, в Египет. Почему? Потому что многие суда отказываются идти через Суэцкий канал, боясь именно вот этих хуситов. А с хуситами сделать никто ничего не может. Никакие удары авиации, ни ракетные удары не могут нанести, пока не показали своей эффективности, а проведение, на проведение сухопутной операции по борьбе с хуситами ни одна страна мира сегодня не решается. Так что вот они опять продолжают обстреливать. Я не знаю, связано ли с тем, что судно шло под украинским флагом, то есть украинское судно, либо это был просто очередной сухогруз. Думаю, что флаг повлиял, очень сильно мог повлиять на решение хуситов об обстреле этого сухогруза. Почему? Потому что есть связь с Ираном и с Российской Федерацией у этих хуситов в поставках вооружения, в поставках снаряжения, в поставках боеприпасов. Далее Украина нашла систему спутниковой связи, которая может стать альтернативой Старлинку. Это необходимо для ударов дронами в акватории Крыма и, я так думаю, на территории Российской Федерации. Об этом во время пресс-конференции заявил вновь назначенный первый командующий сил беспилотных систем вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский. Этот вопрос решается, и создана целая рабочая группа по диалогу. Альтернатива есть, диалог продолжается, и в ближайшем будущем ждем положительного результата в этом диалоге, сказал Сухаревский. Ну, никаких намеков, кто может предоставить аналогичную систему спутниковой связи, нигде не прозвучало. У нас, в принципе, много стран имеет свою собственную спутниковую связь. Это Соединенные Штаты Америки, это Япония, это Китай. У них есть собственная система спутниковой связи, которая позволяет связываться или получать информацию в любой точке земного шара. Сыпутники связи висят на геостационарных орбитах и покрывают определенную территорию. Там количество спутников тоже должно быть определенное, чтобы покрыть всю территорию земного шара. Кто будет предоставлять, непонятно. Напока продлен договор со SpaceX на использование спутников Starlink или системы спутникового интернета Starlink в ходе ведения боевых действий для вооруженных сил Украины. Далее, Дания. Вот если я в начале этого раздела говорил вам о Нидерландах, что Нидерланды заказали на 35 миллионов евро боеприпасов калибра 152 миллиметра для вооруженных сил Украины. Это вот инвестиция. Дания поддержала эту инициативу Нидерландов и вчера подписала с нами, с Украиной, меморандум по поводу закупки вооружения и техники у украинских производителей. То есть, на основании этого документа Дания будет размещать заказы на производство вооружения и техники и боеприпасов за свои деньги для вооруженных сил Украины. То есть, это тоже такая своеобразная инвестиция в наш военно-промышленный комплекс со стороны Дании. Там еще есть несколько государств. Я думаю, если они подпишут тоже сейчас меморандумы или просто сделают заказ для производства техники вооружения для нашей армии, мы узнаем, кто же вошел в эту, ну, как сейчас модно уже говорить, коалицию стран-инвесторов в военно-промышленный комплекс Украины. Соглашение подписала вчера Украина с Соединенными Штатами. Это, в принципе, ну, я скажу так, очень знаковое событие. Почему? Потому что все-таки законодатель МОД во всех вопросах, в том числе и поддержки нашей страны в борьбе против рашистской оккупации, рашистской агрессии, являются Соединенные Штаты. И подписание рамочного документа о сотрудничестве в сфере безопасности и о военно-технической сфере. Это очень такой важный знаковый документ. Теперь его можно использовать как рамочный для заключения конкретных договоров и поставок. Ну, вот, в частности, соглашение по безопасности между Украиной и США включает поставки комплексов Патриот и эскадрильи самолетов, не только F-16, ну и других типов. Вполне возможно, мы получим А-10 бородавочники. Вполне возможно, вот то, что я говорю неоднократно, что там 10 дивизионов могли бы поделиться Соединенные Штаты с нами, там как минимум 10 дивизионов комплекса Патриот, для того, чтобы мы более-менее гарантированно закрыли свое небо. Ну, и тут же хочу добавить, что не только соглашением единым отметился саммит Большой Семерки. Джо Байден сделал несколько таких громких, на мой взгляд, заявлений. В ходе этого саммита как положительных, так и не очень. Начнем с не очень. Ну, он сказал, что на 300 километров бить пока что нельзя ракетами-атаком по территории Рашистской Федерации. Ну, это, я думаю, что это временное явление и это будет зависеть от самой Рашистской Федерации, как она себя будет вести с Соединенными Штатами Америки. Я вам уже рассказывал этот вариант, что, скорее всего, США используют это как рычаги давления на Рашистскую Федерацию. Тем более, что опыт Белгородской области, опыт Харьковского оперативного направления, где нам разрешили бить на глубину до 80 километров, то есть на дальность досягаемости штатного снаряда МЛРС «Хаймарс», а это 75 километров, вот, то очень существенно повлиял, вот этот факт очень существенно повлиял на ход боевых действий на Харьковском оперативном направлении. Поэтому, я думаю, что следующая будет 90-мильная ракета, то есть 164 километра, ну, а в перспективе и 300-километровая ракета «Фугартакмс» для «Хаймарс» в фугасном снаряжении. Это из не очень хорошего. А вот из хорошего Байден заявил, что он заручился поддержкой пяти стран-союзников. Все, что у нас есть из вооружений, и все, что необходимо Украине, будет ей, будет предоставлено, сказал Джо Байден. То есть, я так понимаю, что на саммите G7, ну, правда, кто-то один, видимо, не будет участвовать в этом, не поддержал, не уточняется, какая из стран Большой Семерки не присоединилась. А, кстати, скорее всего, Япония. Да. Скорее всего, Япония, но пока она не называет, пока не говорится, какая именно страна. Я предполагаю, что Япония. Почему? Потому что у Японии особое законодательство по поводу передачи японского вооружения в другим странам. Там есть, во-первых, есть ограничения, ну, а Япония же вообще не должна, по идее, иметь, по итогам Второй мировой войны, не должна иметь армию. Вот. Ну, и тем более, не должна продавать никому вооружение. Вот поэтому пяти союзников, то есть, семь стран Большой Семерки, минус Япония, нейтралитет в этом вопросе, Соединенные Штаты как главные, пять союзников США. Вот вам шесть стран, которые поддержали инициативу США дать из своих запасов столько вооружений, сколько потребуется, и таких, каких надо дать Украине. Также Джо Байден, это все вот из его высказываний на брифингах в ходе саммита Большой Семерки в Италии. Так вот, Соединенные Штаты задержат поставки средств ПВО другим покупателям, пока не будут удовлетворены потребности Украины. Так сказал Джо Байден. Что под этим подразумевается? Ну, я думаю, то, что, вот то, что я вам и сказал, что, скорее всего, США примут, в ближайшее время примут решение о передаче нам большого количества комплексов в Патриот и поставки другим покупателям задержат для того, чтобы возместить отданные нам комплексы для вооруженных сил Соединенных Штатов. Потому что они тоже разворачивают, ну, вы помните, допустим, тот факт, что после 11 сентября, после атаки на башне Близнецы Соединенные Штаты, когда проводятся мероприятия какие-то важные государственного уровня, то они разворачивают даже на зеленой лужайке возле Белого дома разворачивается комплекс ПВО. Кстати, разворачивается там норвежско-американский Насамс. Именно он всегда охраняет небо над Белым домом. Значит, считается, наверное, одним из лучших, ну, во всяком случае, в Соединенных Штатах. И еще одна новость о том, что, помните, да, атомная подводная лодка Рашистской Федерации Казань, фрегат адмирал флота Советского Союза Горшков, средний морской танкер Академик Пашин и спасательный буксир, вот что очень показательно, спасательный буксир Николай Чикер. Они прибыли, пробудут в порту Гавана, они прибыли в порт Гавана и пробудут там до 17 июня. Сам визит кубинской власти объяснили историческими дружескими отношениями с Рашистской Федерацией. Вот, и в Минобороне Кубы подчеркнули, что ни одно из судов не является носителем ядерного оружия. Ну, врут негодяи, потому что подводная лодка Рана-ракетоносец и фрегат тоже ракетоносец. К тем ракетам есть ядерные боеголовки. Единственное, что они их с собой не брали. Вот так правильнее было бы выразиться, что на борту этих кораблей и суден нету ядерных боезарядов. Вот так. Они собираются еще посетить Венесуэлу, еще может несколько стран Карибского бассейна, провести совместные, якобы совместные учения, ну, так декларировала Минобороны РФ. Ну, заодно же попугать. Кто-то даже назвал, что Карибский кризис версия 2.0. Ну, это смешно. Это действительно история повторяется в виде фарса. Если первый кризис был, в 60-х годах кризис был, это трагедия была, и весь мир стоял там без пяти, как часы судного дня показывали без одной минуты 12. Вот. То сегодня это просто фарс. Просто очень смешной фарс насчет того, что это никакое не повторение даже там Карибского кризиса. Тем более, взяли буксир с собой, чтобы на всякий случай отбуксировать, если вдруг заглохнет какой-нибудь из этих кораблей, то отбуксировать его назад домой. Так вот, Соединенные Штаты Америки, конечно же, отреагировали на это событие, и атомная поводная лодка Соединенных Штатов Америки класса USS Хелена зашла в залив Гуантанамо спустя сутки после прибытия в порт Гаваны российских военных кораблей. На всякий случай отправили туда отправили туда атомную подлодку для того, чтобы она постояла, посмотрела, понаблюдала за действиями. Подлодка выполняет миссию обеспечения национальной безопасности и глобальной безопасности в море. Говорится в сообщении Южного командования Соединенных Штатов, они сообщили это в соцсети Твиттер, ну, ныне Х называется, или Х как-то правильнее. В нем уже указано, что местонахождение и транзит судна были запланированы заранее. То есть, видимо, когда были объявлены со стороны РФ и вот эти поход на Кубу. Кстати, на Кубе, ну, кто не знает, я вам скажу, что даже во времена после переворота, военного переворота, который устроил Фидель Кастро и Советский Союз его поддержал, все это время и по сегодняшний день на острове Куба оставалась американская военная база. Она всегда там была. Вот это Гуантанамо, это залив Гуантанамо, там находится маленькая деревушка и там находится огромная военно-морская база, на которой США организовали вот эту секретную тюрьму, которая засветилась в международных скандалах по нарушениям прав человека. Но, тем не менее, всегда присутствовало, даже при том, что там коммунистический режим был на Кубе, там советские корабли, советские ракеты, ну, а под боком, там буквально нескольких десятков километров от советского гарнизона находилась американская военная база. Всегда. Ну, и несколько новостей из-за поребрика. Что же творится на болотах? На болотах, ну, вы знаете, да, сенсацией вчерашнего дня стало это запрет на валютные торги Московской и Санкт-Петербургской биржи. Почему-то ее как-то так опускают из информпространства. Лондон запретил Санкт-Петербургской бирже, точнее, включил, да, включил инстанционный список торговать долларами и евро. Кстати, я думаю, что и фунтами, там надо более подробно почитать текст, я думаю, что и фунт даже попал под этот запрет. Так вот, ну, вчера началась ажиотаж и паника, но потом вроде бы как более-менее успокоились. Есть заявление Центробанка Рашистской Федерации. Успокоились те, у кого нет валюты или тот, кто не собирается ее покупать. Кстати, в очереди в обменках, в некоторых обменках были очереди в плане покупки валюты. Некоторые банки подняли курс до 200 рублей за доллар и даже в расширских пабликах появился мем, что рубль действительно стал 200-м, когда некоторые банки выставили курс 200. Но Центробанк России объявил, сегодня объявил о том, что основной иностранной валютой Рашистской Федерации становится юань, китайский юань. Так что зря покупали доллары, у кого есть сдавайте, покупайте юани, я так понимаю, вам негде будет эти доллары тратить, и так как запрещено, остается только черный рынок для евро и доллара, а вот юань становится официальной валютой. Ну что ж, надо поздравить нелегитимного Путина, он фактически сдал Россию Сидзипиню, и теперь Россия становится провинцией, но во всяком случае в финансовом отношении провинции Китая. И китайский банк теперь будет определять курс рубля, потому что курс рубля теперь привязан к юаню. Станет юань нефтяным или нет, это такой вопрос. Дело в том, что вчера Саудовская Аравия объявила о разрыве договора, точнее о прекращении действия. Договор, который был подписан 8 июня 1974 года и стал главной причиной превращения доллара в резервную валюту. в нем заключались все детали сделки за нефть. И соответственно с того момента доллар стал считаться нефтедолларом, что он обеспечивался именно нефтью, откуда и пошло выражение нефтедоллара. Сейчас этот договор был заключен и продлевался автоматически каждые 5 лет, пролонгация договора есть такое прописывает. Прошло сейчас 50 лет и Саудовская Аравия передумала продлевать этот договор. Там он пролонгируется автоматически и на следующие 5 лет, если ни одна из сторон не высказывает никаких пожеланий в плане его разрыва или прекращения или приостановки. Так вот Саудовская Аравия приняла решение, что этот договор разорвать. И поэтому сейчас обсуждается вопрос так что доллар с разрывом и прекращением действия этого договора теряет приставку нефти и становится просто американской валютой. А вот Саудовская Аравия обсуждает с Китаем оплату нефти в юанях. И это к тому, что я говорю, станет юань нефтяным или не станет, это пока что идет вопрос обсуждения. Кстати, золотым Си Цзепинь отказался, когда Путин предлагал еще перед началом вторжения в 22-м году на Олимпиаде по некоторым информ источникам Путин предлагал сделать юань золотым, то есть твердой конвертируемой валютой, юань сейчас не конвертируемая валюта, это внутренняя валюта Китая, и вывести юань в качестве противовеса доллару на мировые финансовые рынки, Китай отказался от такого предложения, но вот сейчас Саудовская Аравия будет предлагать Си Цзепиню сделать юань нефтяным, нефтьюань, как это было раньше, с долларом, 50 лет был нефтедолларом, теперь возвращается опять в статус просто доллара. И вишенка на торте на сегодняшний день это продолжение бомбежки территории Рашистской Федерации воздушно-космическими силами вооруженных сил Рашистской Федерации. По данным российских СМИ, не менее 93 раза Рашистские ВКС случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 4 месяца. Только за 11-12 июня в Белгородской области нашли по меньшей мере еще 5 авиабомб. В селе Неклюдово, село Братская Дача, село Новостроевка, в районе поселка Ленинское и в селе Цепляева 2-е. Это те, которые не взорвались и их нашли. А те, которые взорвались, ну мы о них знаем, там и улицу целую сносила взрывом бомбы. Ну то есть Рашистская авиация продолжает бомбить свою территорию по принципу бей своих, чтоб чужие боялись. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова